Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического триллера 2023 года «Мельница». Менеджер среднего звена Джо приходит в себя в странном замкнутом незнакомом помещении с конструкцией, похожей на мельницу посередине. Мужчину сильно тошнит, и он в упор не помнит, как сюда попал. Бетонные стены очень высокие, а железная дверь заперта. Джо начинает кричать, тогда голос из вентиляционного отверстия велит ему заткнуться. Однако, осознав, что Джо новичок, голос объясняет, что ему ввели специальный препарат, из-за побочных эффектов, которого он будет плохо чувствовать себя следующие несколько дней. Затем голос твердит, что ему пора возвращаться к работе, и замолкает. Джо безуспешно пытается выбраться наружу, когда снаружи раздаётся чей-то свист. Джо бежит к двери и кричит, что ему срочно нужно домой, где его ждёт беременная жена. Однако незнакомец просто бросает в дверную щель немного воды и еды, после чего закрывает отверстие, поранив при этом руку новичка. С наступлением темноты Джо перевязывает раненую руку галстуком и решает съесть предложенное скромное угощение. Неожиданно на стене появляются различные световые надписи, а голос искусственного интеллекта приглашает его на тренинг под названием «Повышение квалификации». ИИ не отвечает на вопросы озадаченного мужчины, и вскоре исчезает, оставив на стене лишь несколько светящихся цифр. В этот момент вновь появляется сосед, который объясняет, что искусственный интеллект – это специальная машина, которую мало волнуют интересы сотрудников, а цифры – это обратный отсчёт до полуночи. Вот только сосед не объясняет, что произойдёт в это время. Ближайший сосед объясняет, что остальные соседи – это сотрудники, которые чем-то разозлили руководство компании «Мэллард». А Джо очень удивляется, так как он также уже 10 лет работает в этой организации. Вскоре Джо засыпает, но ровно в полночь он просыпается от криков одного из соседей. Оказывается, руководство увольняет этого сотрудника, и, судя по его истошным крикам, это крайне болезненный процесс. При этом голос ИИ объясняет, что это важная часть пути к гармоничному развитию компании. Утром охранник снова приносит немного еды и заявляет, что камеры должны содержаться в чистоте. Сосед советует выбрасывать весь мусор в небольшой туалет, иначе провинившегося ждёт наказание. Джо делает это, и его сильно тошнит от мощной вони из туалета. Рядом новичок с ужасом находит череп человека, а сосед объясняет, что это останки одного из сотрудников, не угодившего компании. Джо не может поверить в происходящее, на что сосед заявляет, что все они, в том числе Джо, подписали в собственных контрактах эти жуткие условия, так как практически никто не считает то, что написано мелким шрифтом. Когда вновь появляется искусственный интеллект, Джо требует отпустить его, так как он отдал компании Меллард 10 лет своей жизни. ИИ заставляет мужчину замолчать, и повторяет, что сегодня начинается тренинг по повышению квалификации. По мнению руководства компании, в последние месяцы Джо слишком много времени стал посвящать личным вопросам, что в итоге привело к снижению эффективности работы отдела. ИИ уверен, что тренинг поможет Джо вновь стать хорошим работником. Рабочий день начинается в 10 утра и заканчивается в 6 вечера. В остальное время Джо может делать всё, что захочет. Сотрудник должен толкать свою тяжёлую мельницу по кругу, получая при этом 1 балл за каждый оборот. Дневная норма – 50 оборотов. Если Джо не выполнит её, то будет наказан. В конце рабочего дня сотрудник, набравший меньше всех баллов, будет немедленно уволен, даже если они выполнили норму. Джо вновь умоляет отпустить его домой к жене, на что сосед заявляет, что компании всё равно. Его отпустят лишь, когда настанет его время. Сосед советует просто сосредоточиться на работе. Джо приходится подчиниться, но тяжёлая мельница крутится с огромным трудом. Когда мужчина, наконец, делает первый оборот, ИИ поздравляет его и включает рекламу Меллард. Новичок упорно трудится, весь день под палящим солнцем, съев при этом лишь немного еды, которую ему принёс охранник. В полночь увольняют самого неэффективного сотрудника. А ИИ вновь включает свою рекламу, чтобы заглушить его громкие крики. За завтраком Джо спрашивает у соседа, зачем устанавливать норму, если самого слабого сотрудника всё равно уволят. Сосед объясняет, что главный принцип Меллард – достаточно, это не значит хорошо. Джо признаётся, что вчера он сделал сто оборотов, а сосед советует не рассказывать об этом остальным, иначе те могут его обойти. По словам соседа, нужно усердно трудиться, чтобы выжить, но слишком сильно перевыполнять норму также нельзя, иначе компания обязательно её повысит. За работой Джо вспоминает свою беременную жену Кейт, в тот момент, когда он привёз женщину в их большой новый дом, предоставленный компанией Меллард за его услуги. Кейт обрадовалась, но её сильно беспокоило то, что муж постоянно пропадает на работе. А ей из-за беременности с каждым днём становится всё сложнее справляться с повседневными обязанностями. В итоге Джо заканчивает рабочий день, сделав 150 оборотов, когда неожиданно охранник стучится в его дверь. Новичка заставляют раздеться и выводят в коридор только для того, чтобы облить водой шланга и вернуть обратно. Так за тяжёлой работой проходит день за днём, а Джо упорно пашет, изнемогая под палящим солнцем. Сосед жалуется, что мельница на самом деле не производит ничего полезного, сотрудники просто трудятся ради работы. Когда жара усиливается, Джо быстро выпивает весь запас воды и просит ещё. Но сосед объясняет, что просьбы бесполезны, ведь на каждого сотрудника выделяют очень ограниченный запас ресурсов. Сосед советует мочиться в бутылку за углом, а затем фильтровать мочу через стельку ботинка, после чего её можно будет пить. Джо ужасается при одной мысли об этом, уверенный, что компания превратила их в безмолвных рабов. В очередной раз поворачивая мельницу, Джо вновь вспоминает супругу, которая сильно беспокоилась о том, что муж не сможет в одиночку прокормить семью, когда у них родится ребёнок. А ей в это время придётся отказаться от своей работы. Кейт сильно расстраивала то, что мужу уже несколько раз обещали повышение в Мэллард, но каждый раз отказывали. А Джо пытался успокоить жену и пообещал, что обязательно что-нибудь придумает. Когда Джо падает от усталости, с трудом выполнив в этот день невероятные 370 оборотов, ИИ поздравляет его с этим достижением. А мужчина замечает, что на ручке мельницы вырезано имя Алекс. Джо спрашивает об этом у соседа, который загадочно отвечает, что Алекс – единственный сотрудник, которому удалось отсюда выбраться. На следующий день Мэллард дарит Джо ручку за его новое достижение. Мужчина кричит, что от ручки здесь нет никакого толка, после чего с ужасом замечает, что ИИ поднял его ежедневную норму до 370 оборотов. Мужчина чуть не плачет, показывая свои израненные руки и добавляет, что это невозможно. Тогда ИИ говорит, что люди сами до конца не знают свои возможности, нужно лишь чуть больше постараться. Это приводит Джо в бешенство, который швыряет ручку в стену и оскорбляет компанию последними словами. Начав работу, Джо замечает, что ему не начислили балл за полный оборот, а на табло появился небольшой крестик. Сосед объясняет, что Мэллард оштрафовала Джо за грубость, и теперь ему понадобится два оборота, чтобы набрать один балл. Если мужчина получит еще один крест, то для одного балла ему потребуется уже четыре оборота, затем восемь и так далее. Джо приходится вновь вернуться к мельнице, так как сегодня ему нужно сделать нереальные 740 оборотов. Окончательно устав, Джо без сил падает на землю. А сосед, узнав его огромную новую норму, кричит, что из-за его глупого усердия они все погибнут. Вскоре рабочий день заканчивается, а Джо с ужасом понимает, что он так и не выполнил норму. ИИ с неудовольствием констатирует это и угрожает похитить Кейт, если мужчина завтра снова не выполнит норму. Тогда Джо обещает, что ради Кейта и их будущего ребенка он обязательно все сделает. В случае успеха Меллард обещает снять штрафной крестик, а над головой сотрудника загорается слепящий ярко-красный фонарь. Из-за фонаря Джо не может уснуть, а на следующий день он изо всех сил пытается справиться с заданием. В конце концов мужчина так выматывается, что начинает видеть собственный образ в виде галлюцинации, который насмехается над ним и напоминает о его глупых мыслях, что упорный труд поможет ему достичь чего угодно. Джо удается выполнить огромную норму за секунду до окончания рабочего дня, благодаря чему ИИ отменяет штраф и отключает красный фонарь. Следующим утром Меллард решает поощрить Джо, и будет его коротким видео, на котором Кейт в роддоме обнимает их новорожденного сына. Джо не может сдержать слез, понимая, что он уже несколько месяцев находится в заточении, вдали от своей семьи. Совершенно отчаившись, Джо спрашивает у соседа, как Алекса удалось выбраться отсюда, и признается, что пока он находился здесь, у него родился сын. Соседу становится жалко Джо, так как его собственный сын ненавидит его за то, что отец постоянно пропадал на работе и совсем не проводил время вместе с ним. Сосед советует Джо проверить слепую зону в дальнем углу камеры. Обследовав этот участок стены, Джо замечает, что кто-то проделал в ней отверстие, которое позже наспех зацементировали. Тогда Джо берет ручку и начинает сантиметр за сантиметром расширять отверстие. Днем мужчина трудится на мельнице, а вечером он выламывает стену. Наконец Джо делает отверстие достаточно широким, чтобы проползти по нему. Вскоре мужчина оказывается в очень темном помещении, когда внезапно включается свет, а охранник вырубает его мощным ударом. Джо приходит в себя в той же камере с мельницей, а отверстие в стене снова оказывается заделанным. В наказании Меллард увеличивает норму нарушителю до тысячи, а охранник безжалостно ломает ногу его соседу. Джо просит прощения у соседа, который с ужасом понимает, что теперь он не сможет крутить мельницу. При этом сосед заявляет, что руководство Меллард – это давно уже не люди, а компьютерный алгоритм, которого нисколько не волнуют доводы сотрудников. Сосед даже признается, что это он в свое время разработал алгоритм, который со временем стал самообучаться и принимать собственные решения. Это наводит Джо на мысли, что если никто не будет работать и не заработает ни одного балла, то Меллард в итоге никого не накажет. Сосед считает это безрассудным, на что Джо категорично заявляет, что им все равно нечего терять. Джо запрыгивает на мельницу и громко объясняет всем соседям, что если никто из них завтра не будет крутить свои мельницы, то все в итоге останутся живы. С началом рабочего дня никто не работает, а Джо молчаливо торжествует. Однако ближе к окончанию смены ИИ неожиданно объявляет, что сотрудники, набравшие ноль баллов, будут наказаны, что приводит большинство людей в ужас. Сотрудники начинают крутить свои мельницы, несмотря на тщетные просьбы Джо остановиться. Неожиданно сосед говорит Джо, что если тот хочет увидеть своего новорожденного сына, то ему тоже нужно вернуться к работе. Не имея другого выбора, Джо вновь крутит свою мельницу. Сосед не может работать из-за сломанной ноги и понимает, что ему конец. Поэтому сосед признается, что он и есть тот самый Алекс, которому однажды удалось сбежать, но его также поймали. Алекс не сказал об этом Джо, надеясь, что тот окажется более везучим и наконец выберется из этой тюрьмы. Единственное сожаление Алекса, что он так и не смог сжечь это место дотла. Джо прощается с соседом, а затем не может сдержать слез, услышав, как охранник уводит Алекса из его камеры. На следующее утро ИИ показывает Джо еще один мотивирующий ролик, на котором Кейт учит ходить их маленького сына. Джо приходит в бешенство, осознавая, что он находится здесь уже больше года, и ругает Меллард последними словами. ИИ считает это недостойным, и без промедления решает уволить провинившегося сотрудника. В камеру Джо заходит несколько человек, которые встают около стены и полностью игнорируют все вопросы мужчины. Следом заходит охранник, который готовит смертельную инъекцию, параллельно говоря о том, что теперь он сможет спокойно наведаться к Кейт и позабавиться с ней. Это приводит Джо в бешенство, который налетает на охранника и начинает его сильно избивать. Кровь брызжет во все стороны, а Меллард комментирует, что охранник потерпел неудачу и его придется уволить. При этом ИИ собирается повысить Джо до девятого уровня. Это, наконец, приводит Джо в чувство, и он останавливается, несмотря на просьбы охранника довести дело до конца. Джо кричит, что он не монстр и не позволит компании превратить его в монстра. Неожиданно Джо приходит в себя в офисе с несколькими датчиками, подключенными к его голове. А рядом сидят несколько коллег в точно такой же ситуации. Оказывается, все это было симуляцией продвинутого карьерного роста компании. Коллега, который выглядит точь-в-точь как охранник, объясняет, что в симуляции прошло около года, а в реальности всего лишь один час. То есть сыну Джо все еще не родился. Коллега комментирует, что Джо застрял на восьмом уровне карьерной лестницы, но не потому, что он был недостаточно хорош, а потому, что перед ним не ставили задачу добиться большего. В ходе эксперимента продуктивность Джо была невероятно высокой. Кроме того, он проявил незаурядные лидерские качества, так что в Меллард приняли решение повысить мужчину до девятого уровня. После отключения датчиков коллега восторженно комментирует, что Меллард управляется невероятно мощным искусственным интеллектом, после чего проводит Джо в его новый маленький офис, где его встречает гораздо более дружелюбный искусственный интеллект. При этом Джо мучается от кошмаров из своей симуляции в тюрьме с мельницей, будто это произошло с ним в реальной жизни. Джо приходится подписать соглашение о неразглашении тайной симуляции, иначе его угрожают уволить, и он не сможет содержать свою семью. Когда коллега уходит, Джо звонит Кейт и не может сдержать слез, услышав родной голос. Положив трубку, Джо тихонько говорит себе под нос, что он обязательно сожжет это адское место дотла. Как вам фильм «Мельница»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok